Книга «Открытым оком», 11-й том, тема Святая Библия, вопрос 2446, 1-й царств, 14-й глава, 41-й стих, мы читаем. «И сказал Саул, Господи Божий Израилев, отчего ты ныне не отвечал, работая ему? Моя ли в том вина, или сына моего, сына моего, и она фана? Господи Божий Израилев, дай знамение, если же она в народе твоем Израиле, дай ему освящение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Как были уличены Иоаннафан и Саул? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Быть свидетелем, вынести все доказательства и заставить сознаться при столь явных признаках обличения. Если обличение может быть и заочно, то уличение должно быть только в приличной ставке, с препирательством жертвы. Но свидетели неотразимым доводами в лицо заставляют признаться, что дело было совсем не так, как говорит обличаемый». Числа, 5-я глава, 13-й стих. «И переспит кто с ней, и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она исквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена». Книга Даниила, 13-я глава, 36-й по 40-й стих. «И сказали старейшины, когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада, и отослала служанок, и пришел к ней юноша, который скрылся там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимся. И того они могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша. Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем». Как именно было дело с Саулом, этого уже не узнаем, потому что были Урим и Тумим, то есть Свет и Совершенство, через которое вопрошали. Исход, 28-30. Или то же самое могло быть через Ефот, 1-й царство, 23-й, 9. А было, что и прямо голосом Бог отвечал. Последний раз Тумим упоминается в 1-й Ездра, 22-й глава, 63-й стих, и Неемия, 7-я глава, 65-й стих. «Может быть, жеребий был брошен, и Ионафан сознался. Дальше был жеребий уже между двоими». Тогда сказал Саул, «Бросьте жеребий между мной и между Ионафаном, сыном моим, и кого объявит Господь, тот да умрет». И сказал народ Саулу, «Да не будет так, но Саул на Саул настоял, и брошили жеребий между ними и Ионафаном, сыном его, и пал жеребий на Ионафана». Так как свидетелей поступка Ионафана не было, то не слуга же рассказал бывший с ним.